Россияне рассказали. Можно ли полагаться на суеверие в серьезных вопросах? Не надо думать, что это какая-то шутка, потому что занимались выяснением аналитики Райфайзенбанка, то есть тут зарыты большие деньги, наверняка. Потрачены большие. Да, так вот, многие россияне верят в приметы, связанные с деньгами, например, в красный кошелек, притягивающий богатство, или в денежное дерево. Вот оно, вот сейчас на экране, да. Ой, прям денежное придение. Ну, а также очень, я тут тоже посмотрел, какие. Ну, во-первых, кошелек, который дарится, должен быть обязательно с монеткой. А еще, так сказать, нельзя, так сказать, отдавать и брать в долг вечером. А еще, если деньги легко пришли, ни в коем случае нельзя их сразу тратить. Спасибо, спасибо. А я еще могу рассказать. А еще под скатертью должна обязательно монетка лежать в доме всегда. Нам надо открыть онлайн-школу денежных приметов. А если хочешь мальчика, то под подушкой должны быть кирзовые сапоги. И там тоже такое вот было. Их ты. И, Борис, смотри, мы думали, что мы живем в эпоху цифровизации финансовых рынок, а мы живем в эпоху красного кошелька и дирижного дерева. Давайте пригласим наших гостей и, на самом деле, зачитаем. Последнее, что могли бы сказать вы, наверное, мы могли бы сказать, что вы не представляете, друзья, если вы, конечно, не представляете, какие серьезные и умные люди, порой вершители судеб наших с вами, прибегают, тем не менее, к не совсем стандартным вещам, когда им нужно принять какое-то решение или что-то сделать. И самое главное, у них получается. Да, и вроде как у них получается. Давайте об этом поговорим. Что это такое? Давайте поговорим мы с психологом Александром Евгеньевичем Журавлевым, практическим психологом, социологом. Здравствуйте, Александр Евгеньевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня слышно, да, наверное? Слышно, сейчас мы вас еще и увидим, и будет вообще здорово. Увидим. Вот, увидели. Нам достаточно, спасибо. И Алена Орлова, эзотерик и психолог. Алена, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Мы с вас и начнем. Скажите, вот на ваш взгляд, вот эти расхожие, все эти денежные приметы, там, я не знаю, не поднимать монетку. Кто-то говорит, не поднимает, кто-то поднимает. Это красный кошелек, денежное дерево. Ну, еще фазы Луны, это не шутки уже. Фазы на растущей Луне, что-то там надо делать. Насколько это все именно в эзотерическом смысле работающие вещи? Все, что касается примет и суеверий, надо сразу их разделить. Во-первых, есть народные приметы, которые наработаны веками и связаны с метеоусловиями, с аграрной политикой жизни народов на Земле. И они взаимосвязаны в том числе и с фазами Луны, они связаны с приметами, когда идет дождь, когда облака, что-то цветет, что мерзнет. И здесь нельзя назвать это какими-то суевериями. Это мудрость народа. А во-вторых, существует вера в суи. О чем и говорят суеверия. Это значит, вера не какая-то духовность высокого уровня, а это суи, суета. Да, жизненные мелочи. И вот в этих жизненных мелочах возникают свои поверья. Как они возникают? Статистическим методом. Люди подмечают, что что-то делать не надо, потому что вслед за этим может происходить следующее. Например, деньги из рук в руки не передаем, кладем на поверхность. Алена, извините, что перебиваю. Давайте сейчас пройдемся по самым расхожим приметам. Которые, кстати, россияне указали в этом исследовании Райфа Азенбанка. Давайте начнем сначала. Красный кошелек. Да, 8% проверяли на себе. Насколько это действует? Красный кошелек. Да, красный – это всегда цвет активный. И кошельки до появления, они были в виде мешочков красных. Их тоже специально шили, на них нашивали специальные рунические значения для привлечения материальных средств, денежек. Теперь они трансформировались в кошельки. Это народное поверье. И народ верит, что красный кошелек, так же, как народ верил, что красный мешочек, машина, привлечет большие деньги. Поэтому красные кошельки теперь популярны. Популярны, но работают с вашей точки зрения. А как Луна? Кто первый заметил, что на небе есть такое тело? И, кстати… Александр Евгеньевич, мы сейчас дадим вам слово. Да, 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 сейчас дадим, сначала вот разберемся, потому что 11% вот верят в фазы Луны, да, перед началом какого-то дела. 17, Игорь Борисович, еще больше. Правда, вы знаете, вот по моим сведениям, потому что я тоже заметил этот объект на небе, да, вот, разные по-разному оценивают, когда правильно надо работать с Луной. Одни, значит, на фазу Луны перед началом, а, нет, обращают внимание на фазу Луны, кстати, здесь не написано. Перед тем, как взять в долг или выходом на новую работу. Да неважно, короче говоря, Луна-то должна быть, это должна быть в какой стадии? Растущей. А что значит растущей, где, с какого момента? Я потом тебе расскажу, как определить растущую, от убывающую. Если вы хотите, чтобы я вам сейчас прочитала весь цикл фазовый, который, ну, оборачивает в себе Луна, это четыре определенных фазы, и более того, сейчас, наверное, если слушает нас метеоролог, биолог и человек, который имеет отношение к природным явлениям, он будет веселиться, потому что у нас вся наука поставлена на фазах Луны. Приливы и отливы, магнитные бури. От приливов и отливов зависит как раз состояние воды, то есть оно активное или оно пассивное. У психиатров вам четко совершенно будет доказано и сказано, что есть не то, что примета, а абсолютно определенное уже знание, что во время полнолуния активизируются психически больные, и в том числе и маниакальные люди. Все уже расписано давным-давно в этом хозяйстве человеческом. Верить в фазы, не верить. Знаете, мало того, что Луне это безразлично, но и всему тому, что происходит на Земле, верят или не верят, тоже, в общем-то, безразлично. Главное, чтобы люди умели пользоваться тем, что им дано. Это обычные природные возможности. Собственно, пора это включать в договор по ипотечной сделке, что выход на сделку лучше, конечно, в начале роста, в первой фазе. Тогда, Александр Евгеньевич, ну, здесь вот вопрос. Я просто хотел, прежде, ведь даже Алена не видит, да, кто улыбается нашему разговору, это психолог, да. Практический психолог, да. А мы для него все пациенты, потому что. Мы все пациенты, да, вот сейчас дадим. И продолжим разговор. Кстати, есть еще приметы, о которых там показывают. Приметы есть, нам важно понимать, какими пользуются. Александр Евгеньевич, ваше отношение к этому, ведь действительно, ну, какие-то, есть и так называемые самосбывающиеся предсказания, приметы. Вот я себе внушил, что вот это удача, и я уже по-другому буду подходить. Или я внушил себе, что все, все пойдет плохо и пойдет плохо. Ну, какое значение вот эти приметы имеют в нашей жизни, ну, реально? Имеют ли они действительно какое значение? В нашей жизни это имеет одно очень глобальное значение, на мой взгляд. Вы знаете, это попытка контролировать что-то, хотя бы что-то в этой жизни. Мне, во-первых, очень понравилось, я очень рад Алену слышать, вот, и мне очень понравился предыдущий сюжет вас, когда молодежь начала слушать классическую музыку, вот. Это тоже о многом говорит. Уверенность, чего не хватает, дефицит чего? Уверенности в завтрашнем дне, уверенности в каких-то механизмах, которые обеспечат тебе хоть какое-то благополучие, да? И, да, вот народ хватается за всякие вот эти вот такие, знаете, вспомогательные инструменты, что ли. Я за 30 лет своей практики научился верить вообще во все, на самом деле. И что приметы работают, и что фазы Луны, само собой, это вообще просто безусловная штука. И что-то к деньгам, что-то не к деньгам, что-то приносит несчастье, что-то отпугивает неудачи, наоборот. Вот, научился я верить во все. Поэтому ничего такого страшного я не вижу в этом, если это, знаете, вот такой формат психотерапевтической игры. Если тебе это помогает в чем-то, то, собственно говоря, можно ставить денежное дерево, можно, там, не знаю, хранить деньги в красном кошельке и в левом, по-моему, в левом углу стола, на левом углу стола. Вот, что-то еще. Я знаю много, кучу всяких разных вещей. Но если это принимает формат, вот есть такой термин «магическое мышление» в психологии, в психиатрии он есть. Знаете, когда человек боится, что определенные его действия вызывают определенные последствия. Ну, например, не поплевал я через плечо три раза, когда мне перебежала кошка черная, да, и обязательно что-то случится. Вот тогда это уже, конечно, какой-то болезненный такой, вот, знаете, уже оттенок своего рода компульсивно-обсессивного такого расстройства. То есть это уже ваш клиент, да, получается? Это же очевидно, ребят, чем сложнее жизнь, чем она нестабильнее, ну, какая сейчас стабильность, тем больше обращений народа ко всяким разным иногда приметам, суевериям, магам, целителям и так далее и тому подобное. Да простит меня, Алена, потому что я ее лично очень уважаю. Александр, ну, на самом деле... Алена Аллова – это изотерик 21 века. Да, но на самом деле, да, и мы сейчас передадим слово, на самом деле необязательно не видеть впереди каких-то перспектив, когда все плохо и так далее. Между прочим, я полагаю, что люди обеспеченные, состоявшиеся, да, боятся другого. Ровно наоборот, потерять вот этот свой стабильность, понимаете? Да, правильно, да. И о какой уверенности в завтрашнем дне идет тогда речь? Даже у состоятельных людей, если он боится завтра потерять все то, что он имеет сегодня. А какая разница? Ну, да, человек может потерять по-любому. Вот это разница никакой. Чем сложнее жизнь, это же не богатые и бедные, не что-то еще. Ну, вот меняются объективные условия какие-то, да. Мы с вами сейчас живем в эпоху вообще, я даже не знаю, вы помните, говорили как на какой-то передаче в эпоху пандемии, все поменялось. Вот термин «новая реальность», он действительно такой актуальный. Новая реальность, новые какие-то вводные, к которым надо привыкать, надо что-то менять. Перемены мы не любим. Мы не любим перемены. Вот, мы боимся их, мы их отодвигаем, мы их там, не знаю, всячески купируем эти перемены. И тем не менее они не наступают. Ну, понятно, ясно. Мне очень понравилась вот эта штука. Кстати, я, между прочим, всегда задавался этот вопрос, и спасибо, что вы это. Что на самом деле это попытка как-то управлять своей жизнью. Это конструктив, а не просто какие-то дурацкие суеверия. Да, иначе полная расхляпанность может. А тут ты как-то себя регулируешь путем наличия каких-то примет. Поэтому заинтересовался этим не кто-нибудь, а серьезной организацией, Райфайзенбанк. И мы продолжаем сейчас у Алены, собственно. Я просто представляю, да, что в Райфайзенбанке, наверное, сейчас поприбавилось денежных деревьев. Давайте, Алена, вот я... Как минимум, здесь, в этом исследовании россияне назвали, собственно, ряд конкретных совершенно примет, помимо красного кошелька, который, по их мнению, работает. И мы вас просим их сейчас прокомментировать одно за другим. Итак... Да, ну, денежное дерево. Я вам еще скажу несколько профессиональных примет. Есть люди, допустим, определенных профессий, которые придерживаются своих примет очень четко. Поскольку эти люди очень ответственных профессий. Если у них будет невроз от того, что они не сделали то, что предписывается по их профессии сделать, то никому от этого лучше не станет. А также особенно тем, например, пациентам, из-за которых врач будет психовать, если ему в ночное дежурство кто-то из уходящих посоветовал, допустим, спокойной ночи пожелал. Все, все врачи знают. Если им в ночное дежурство пожелали спокойной ночи, значит, ночь будет неспокойной. Как вы думаете, сам врач будет спокойной после этого? Не будет. Кстати, про ночь. Но это все-таки... Да, извините, но это все-таки вопросы психологии, думаю я. А теперь мы хотим все-таки найти некие, может быть, абсолютные эти приметы. Вернее, оценить их с этой точки зрения. Все-таки денежное... Дайте мне спросить, денежное дерево работает или нет? У меня их три дома. Потому что 11% опрошенных назвали это как важную примету. Денежное дерево... Господа, я понимаю, что вопрос денег всех очень беспокоит, но я не могу вас услышать по отдельности, потому что вы очень так активно перехватываете друг у друга плавесную инициативу. Я поняла. Интересует, надо ли приобретать денежное дерево, которое будет привлекать материальное благополучие в офис или в дом, в котором оно будет находиться. Если вы заметили, что денежное дерево привлекает, то надо его покупать, потому что недаром его, это дерево стали распространять как привлекающее материальное благополучие. У него есть специфическая энергетика, как у каждого растения есть такая энергетика. Так вот, у денежного дерева очень активная положительная энергия. При положительной энергии растения в доме начинаются очень хорошие события. То есть, они втягиваются. Не зря она у меня растет. Три у тебя их? Да. И вот то, о чем больше всего хотели поговорить мы все в углове с Игорем Борисовичем. Собственно, каждый десятый опрошенный россиянин хотя бы раз в жизни принимал инвестиционное решение, куда свои кровные вложить, основываясь на сне, который увидел накануне. То есть, и почти в половине случаев это было решение о покупке акций. Итак, что вы скажете по поводу снов? 49 процентов. Абсолютное большинство. А если перевести вот на триллионы, которые принесли на рынок россияне, то это несколько триллионов рублей, основываясь на снах. На снах. Пожалуйста. Можно, да, уже начинать? Сны не являются суевериями и не являются приметами. Сны — это продукт подсознания, который в состоянии своего такого сна связывается с энергоинформационным полем, которое доказано, что есть у каждого живого объекта. Так вот, когда подсознание начинает сигналить человеку, и он запоминает это во сне, то просыпаясь человек получает подтверждение, подсказку, что он уверен в том, что в такие-то даты или в такое-то время он должен произвести вклады или что-то ценное приобрести. Это его задача. Он живет в этом напряжении. Есть даже такая возможность, как заказанные сны. И сейчас такие технологии развиваются. И поверьте, очень состоятельные люди частенько прибегают и к гороскопам, в том числе, и к этим осознанным сновидениям для того, чтобы получить четкую подсказку, а вернее даже рекомендацию. Говорить о том, что это суеверие нельзя. Это технологии. Это верно, кстати. Но не буду назвать название этого банка, который уже тысячу раз с помидоров назвал. Денег они нам не заплатили. Так и не заплатили. Обратите внимание, они это в одну кучу. Это в одну кучу сложили. Вот суеверие, сны и так далее. Ну ладно, бог с ним. Это не наша ошибка. Это ошибка опять статистов. Но ведь во сне-то тебе не привидится. Возьми вот эту акцию и положи. То есть возьми деньги и купи конкретную акцию. Их же надо расшифровывать, насколько я понимаю. Кто этим занимается? Если 49% пользуются именно вот этим методом. Этим занимаются специально, что называется, обученные люди-трактователи. В свое время их называли пиэфимией. А что касается людей, которые видят пророческие сны, то, как правило, они ставят себе такие задачи, чтобы видеть такой сон, который будет для них понятен. Они ставят себе задание перед сном получить ответ. И они получают в типичных примерах, в явлениях, в символах, которые они сами в состоянии расшифровать, дать себе объяснение. Это могут быть даже даты. Каждый получает по-своему, в зависимости от своего интеллекта, от своей веры или от своей нагрузки какой-то психической. Потому что иногда люди получают сны, которые являются большим обманом. Они создают для людей просто тревожный фон, ничего другого. И они начинают ждать какого-то кошмара. Он не происходит. Ну, все по-разному. А если выставлять задачу четкую, то можно получить четкий ответ, реакцию. Спасибо. Александр Евгеньевич, да, у вас какой-то комментарий. Пожалуйста. Александр Евгеньевич? Связи. А, вот. Кошка пришла, да. Вот, все. А, я тут. Вот не сплюнули вовремя, пожалуйста, чуть из-зафира. Так. Нету связи. Это как во сне стараться. Хочешь сказать, и не можешь. Вот что произошло? Ну, что делать будем? Думаю, немочь такая бывает происходит. Я думаю, что Александр Евгеньевич много чего может вам сказать. И мы с ним найдем даже некоторые общие мнения по поводу снов особенно. Потому что это продукт мозга все-таки, жизнедеятельности человека, его личности. Поверьте, не сняться сны личностям тупым и ограниченным. Иногда сны снятся очень яркие и цветные, и даже событийные. И люди запоминают их буквально до мелочей. А бывает, что человеку снится один и тот же сон, который называется кошмаром. И тут уж надо, конечно, работать психологу, а иногда и психиатру с этим человеком. Понятно. А у нас не появилась связь с Александром Евгеньевичем? Ну, появился, но явно интернет оттуда ушел. Появилась связь, я вас вижу. Ну, давайте. Давайте попробуем. Вы меня слышите? Да, в завершении. Александр? Ага. В завершении я хочу сказать, знаете, что... Да, да. Вы меня слышите? Да. Алло? Да. Да, слышим, слышим. Говорите. Слышите меня? Меня слышите? А, хорошо, отлично. Потрясающий совершенно механизм снять с себя ответственность. Вы знаете, сослаться на сон какой-нибудь, потом, не знаю, на нерабочее денежное дерево, что-то еще. Вообще, на самом деле, насколько я знаю, любой эзотерик, любой, ну, в смысле сейчас, во всяком случае, очень многие, не знаю, тарологи, не тарологи и так далее, люди, которые занимаются профессионально такими вещами, не буду говорить про приметы и суеверия, но вот что-то такое похожее. Значит, они говорят, прежде всего, знаете, о чем? О том, что у человека должна быть финансовая грамотность. Минимальная, но финансовая грамотность. И тогда вопросы будут решаться немножечко по-другому. То есть, в сторону рационального мышления все-таки уходят даже эзотерики. Вот, что я хотел, собственно, сказать. Ну, это прекрасно, потому что все-таки у нас два полушария есть. Да. Правда, что ли? В голове, да. Отлично. И вот еще одна новость. У нас два полушария. Спасибо большое. Спасибо нашим экспертам. Александр Евгеньевич Журавлев, практический психолог и социолог. А также Алёна Орлова, эзотерик и психолог. Вот так разговор о суеверии перешел в очень серьезную конструктивную беседу о технологиях. Пользуйтесь, друзья, пользуйтесь, и пусть у вас все будет хорошо.